ДИСНЕЙЛЕНД Слайма? Кажется, ей не очень удобно. А тебе было бы удобно пересадить тебя из солёной воды в пресную? Они рады танцующему осьминогу, но не рады старику, который на всё жалуется. Здравствуйте, сэр. Здесь заняты? Рассказать? Аккуратнее, дедуля, аккуратнее. Это было во Вторую мировую. Не волнуйтесь, ребята. Притворитесь мёртвыми, как апоссумы. Акулы вас не тронут. Акулы не смогут нас кусать, если мы их оседлаем. Да! Прямо как на американской горке на Коне-Айленде. Я ещё встречаюсь с товарищами моряками и акулами. Вот мы на Гавайях в том году. Хорошо было. Есть у вас ещё истории? Меня слушает? Теперь я знаю, что чувствует Родиола. Итак, на выходных Ларри будет гостем Му. Боже, прошу, он мне нужен. Барта Симпсона. Я домой из школы, таскаю только записки, и они выглядят не так, как сначала. Барт рискует провалить никакие экзамены. Перезвоните мне, фанатка Барта Эдна Крабапо. Какая милая записочка. Не так быстро! Напиши в его дневнике, что ты чувствуешь. Больше прилагательных. Приятель, твой отец знаменит, как динамит. Устами Абрахама. Что? Что это? Забавно. Как-то я работал чистильщиком обуви на вокзале Спринфилда. Изобретён велосипед с одинаковыми колёсами. А что это ты читаешь? Вещь называется «Унесённые ветром», полистайте. Там есть только одно ругательство, да и то не очень. Спасибо, малыш. Не рассказывай об этом лет шестьдесят. Почему папаша не делился рассказами с нами? Постоянно, но ты его не слушал. Дедовы рассказы. Корзина. Раз уж я зашёл... Барт, если ты не будешь о нём заботиться, лучше отдай его мне. А почему ты не бесишься, когда я мучаю настоящих животных? Бешусь. Не судя о всей семье по Барту. Он у нас чёрная овца. Не то чтобы я презирала чёрных овец или считала их хуже других. Я не сужу овец по цвету. Ларри, поймала. Эй-эй, отличные рассказы. Я Мич Альбум, автор «Вторников с морей». Не слыхал про тебя. Ну да, ещё бы. С день голливудчина. Облака, это потому что бог чихает. Этот парень не нравится. Этот парень больше похож на моего сына, чем ты был. Что такое? А мне он больше похож на отца, чем ты был. Это, кажется, неправда. Не вылезай, папа. Отдавай мне дурацкого барана. Да, вот он здесь, в полном порядке. Я только запечатаю пакет. Не могу дождаться, когда опять увижу Ларри. А что, если кто-то потеряет Ларри? Он встретится с моей тёмной стороной, которой никто не видел. Дурацкий дед. Я хочу разорвать круг пренебрежения, а он перенебрегает меня опять. Марч, как можно злиться на себя? Это невозможно, смотри. Ах ты, маленький. Нет, я не могу. Вы посмотрите на эти обвислые щёчки. Я покажу деду. Найду себе суррогатного отца, у которого полно историй, и поведаю их миру. Симпсон, это прелестный вечер. Спустить собаку. Мило, правда? Барт, у меня руки слабеют. Зажми-ка над зубами. Это ещё зачем? Хотя бы заткнёшься. У меня в штанах крысы. Офицер, мой брат, упал в этот слит. Знаешь, я, в общем-то, наземный полицейский, а тебе нужны канализационные. Нет никаких канализационных полицейских. Это мы выдумываем, чтобы успокоить детей. А как же Барт? Ну, если скучаешь по нему, покричи в туалет. Когда я сел с Абрахамом Симпсоном в Тинсентаунский экспресс, то подумать не мог, что его первая поездка станет последней. Как он может знать, что дедушка умрёт сегодня? Только если он собирается убить деда. Неужели он может убить человека ради премии? Всех приглашаем на Тинсентаунский экспресс «Последний поезд в ностальгическое прошлое». Безбилетники будут отметелены классическими железнодорожными вышибалами. Кафе в тупике. Берегись Маршала Голдмана. Что это было? Это слон из цирка трубил, звал мамочку. Ларри! 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 Ты спас мне жизнь! Ларри! Надо же, этого ягнёнка все любят. Дай ему мой телефон, я научу его многому. А твой папа принесёт мне состояние. Жалкий старый дурень. Может и так, но я сумел притвориться способом. Пап, у меня нет слов, чтобы выразить, что я чувствую. Но, по крайней мере, я могу поколотить того, у кого слова есть. Почему бы Гомеру не рассказать историю? Правда? Мне? Серьёзно? Да, ты созрел для своего первого бормотания.